Друзья, всех приветствую! Сегодня мы приехали в песчаный карьер. Очень высокие горочки песчаные. Здесь уже видео мы записывали. Сегодняшнее видео мы построим, от чего зависит проходимость автомобиля. У нас сегодня будут автомобили и с хорошими движками, и с хорошей резиной, и с МТ-резиной. У всех разное распределение тяги получится. У кого занижение, покатаемся, заедем. Выводы сделайте сами, какой автомобиль интереснее заедет. Резина у тебя, но я смотрю, свежая, хорошая. Резина, 17-я, 85-я, 70-я. Короче, по две атмосферы, да? Сразу полностью блокируемся, да? Как можно? Не засевую только пока. Блокировку задней пока не включаю. Все, давай, ты первый начинаешь? Поехали. Старт у нас начинается отсюда. Ну, давайте посмотрим. Заехал. Паджерик у нас замчался. Но я думаю, сейчас мы еще накатаем, песочек немножко поднимем, будет сложнее. Рено Дастер, 1.6, 2 атмосферы. Резина более-менее свежая. Сразу полный привод и заезжаем. Какой разгон хороший у него. Заехал. Молодец. Самобиль у нас Нива, 21-18. Расскажи про машину. Ну, стоп, моно-впрыс, дозовая резина. 185-я, да, как я вижу? 185-я. По 2 атмосферы тоже, да, примерно накачано? 2,5 даже. Давай попробуем. Сразу межосевое блокируешь полностью, да? Да, да. Все, пробуем. Какая длина двери? 1,20. 1,20, ребята. И родные петли, да? Родные петли? Вот родные петли 1,20 держат. Все. Не Васик, все. Ну, сейчас потренируется он, потому что с передачами очень сложно попасть. Моно-впрыск, подъем. Ветер сегодня сильный, песок летит. Давай, рассказывай. Полностью стоп, я Нива. Ну да, я знаю, у тебя ни самоблоков, ничего нет, да? Ни занижения. Нет. Так, резина 215-70 на 16. Что-то alt-terrain, да. О, господи, собака тут бегает. Вот. Протекторы, в принципе, тоже все нормально. Сразу межосевое блокируй и поедем. Как видели, первой Ниве не хватило мощи. Здесь уже инжектор. Ух ты, он аж прыгнул, да? Вот это вот очень опасно. Тут не нужно рулем вращать, потому что песок не прощает ошибок. Я здесь сам первый раз, когда заехал, чуть не перевернулся. Но такие вот нюансы есть. Нормально, смотри. Не затянь. Как не затянь. Смотри, сейчас заедет еще. На самом пике. Вот здесь сейчас как раз передние колеса начинает цеплять чернозем. Под задними колесами на данный момент песок. Но в данном случае ему только надо спускаться аккуратно. Сей вот надо степить. У тебя 1,6 и ты заехал относительно легко. Вот вторая Нива сейчас и, в принципе, сложности. Ну, бросил обороты на выходе. Ты думаешь, что за этого, да? Конечно. И шел бы с хорошими оборотами колеса выскочил. К чему не получилось? Ну, на второй пониженной немножко оборотов не хватило, чтобы выскочить наверх. Но. И потерял обороты, да? И все. На данный момент еще как та же попытка, только... Вторая пониженная пробует. И госполаз, да? Давай. Все, вот вторая закончилась. На первую. И заехал. Молодец. Как я и сказал. Подтвердил свои слова, что у него... Он шел на оборотах. Он взял обороты и колеса, чтобы они хоть пробуксовывали. Он докапывается до более твердого слоя и заходит. Я вот боюсь, на моем автомобиле установлено занижение. То есть передача ниже. Вот попробуем сейчас заехать на моем автомобиле. А с третьей тогда на вторую неудобно переключаться. Очень большая потеря будет. Ну, попробуем сейчас. Ну, в принципе, да. Каратэш, Нива, грязевая резина. 16-я, 215. Эрст, да? Резина 215, 65, 16. Правильно у тебя? А, 205. 70. Даже на 70. Ясно. Никаких самоблоков, по-моему, у тебя ничего нет. С двигателем на данный момент все нормально. Постель поменяли. Да? Масло не ест или ест? Все ест. Ты в такие горки заезжал? Нет. Между всего сразу блокируй. Когда качишься назад, рулем не надо болтать. То есть тормоз нажал, отпустил, нажал, отпустил. Таким образом. Да. И задний включаешь, и на задний, как говорится, едешь. Поэтому давай аккуратней. В горочку. Человек купил не данный автомобиль. Вот он проехал жестко и в песок, и зарылся. Медленно старт. Медленно-медленно-медленно старт, да. Медленно-медленно старт, да. Сейчас посмотрим, что у него дальше. Вот здесь надо переключаться. Но он или не успевает переключаться. Либо опыта не хватает. Да. Ну, во-первых, у него автомобиль Нива не так давно появился. Ну, практика уже в ремонте у него. Да, ремонтирует его сейчас. Сервисы знают все. Да, сервисы знают его все. И, во-первых, идет должен идти на максимальных оборотах. Ну, да, в отсечку на второй. Только она почувствует, что она... Да, начинает проседать на первую. И опять в пол. Вот надо переключаться. Не успел, да? Я думаю, сейчас, знаешь, Леха, уже поднакопаем вот в этом месте. Я думаю, что второй раз, наверное, уже никто не сможет заехать. Или сложновато. Я с первого-то раз побоялся. Очень страшно, да. Очень страшно. Очень крутая горка. Хороший старт. Нет, смотрите, закапывается просто автомобиль и все. После жесткого сразу падает автомобиль в рыхлый песок. И автомобиль пока не едет. Попробуем сейчас мы после всех заехать. Уже накатали. С двигателем у нас, в принципе, мы ничего не делали. Два самоблока стоит. И в раздатке стоит занижение 307. Я боюсь, что из-за раздатки, но, наверное, слишком сильно будет занижено и не заедет. Так, и резина. И на вторую. Резина МТЭХа. Тоже два очка. Накачена. Вторая и поедем. Второй пониженный. Блин, ну, не получается. Я же тебе сказал, на третий надо ехать. Давай попробуй третий. Ну, смотри, надо у меня переключиться, будет успеть на вторую. Ну, у тебя рычаг фельдеперсовый. Да, да, рычаг у нас крутой. Ну, давай, попробуем. Ну, хрен не сядет, вы что-то. Фигушки. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, классно получается? Мы что? Вот толкнешь. Получается. Ты там чуть до воды не дорылся. Старолиться, что ли, слышишь? Как вариант, да? И заедет. Нет, мы, в принципе... Подожди, а где у нас Ширик? На Ширик не заезжал, да? Он боится. Он боится. Боится? Панически. Панически. А у нас еще есть Toyota. Нет, она боится. Панически. Ну, наконец-то, заперся. У нас получилось заехать с 50-го раза. Я не знаю, или в том году я заезжал на АТ-шке, да? По-моему, АТ-шка была. Вот на МТ-хе почему-то, я не знаю. Но не получается заехать. На данный момент, на пике, когда уже был на пике, уже просто первую пониженно успел воткнуть. Буксовал-буксовал, но она зацеп появилась. Я подснял чуть-чуть тебя. Поэтому, может быть, и не стоит строить такие машины, а вот на стоке ездить. Вот у него, между прочим, там, по-моему, АТ-шка стоит, да? Купите Duster и ездите. Да, иди даст только по-моему, про машину. Машина полностью стоковая. Вообще ничего не делалось. Первый раз к нам приехал, правильно? 11 тысяч, да, 11 тысяч пробега. Машина новая. Опыта столько же, сколько и пробега на машине. Опыта вообще нет. Резина АТ-шечка, я смотрю, стоит. Да, резина. Давление двоечка. Давление вообще ничего не травил, да. Все стоковое. Хочу просто втереть. Короче, межосевой блокируешь, вторая пониженная. Как чувствуешь, машина начинает задыхаться, заранее прям первую втыкаешь, газ полос. Когда назад начинаешь спускаться, лучше заднюю включить и на ней спускаться. Руль влево, вправо резко не надо крутить, как говорится. Самая главная безопасность. Пробуем. Сейчас стоковый раз и заедет. Потерял. Но он попробовал первый раз, говорит, я сначала посмотрю, как вообще едет. Там не хватает мощности, вот там наверху надо на первую уже переключаться. Да, у тебя прям, ты чувствуешь, она начинает. То есть не жди до последнего. Прям втыкаю ее и все. Слышь, что там сверху вообще другие ощущения. Согласен. Ну что, давай, чтобы все получилось. Первая, ребята, первая. Вот он сейчас зацеп на жестком поймал. Тут надо давить прям сейчас. Блин, его как-то боком ставят. Когда человек ни разу не спускался с таких горочек, ну, ребят, поверьте, очень страшно. По-моему, поздно включил первый. Поздно, поздно, поздно. Чуть-чуть поздно. Во-первых, начал рулем крутить, вроде начало хватать. И потом в какой-то момент тяга просто пропала. Ну да. Когда включил первый, уже не хочу. Раньше включать. Да, там непонятно, на каком моменте именно нужно включать. Ну, песок тяжело, согласен. Ну, немножко не доехал. Давай, сейчас заедешь. Хорошо. Остановился. Что-то фокус у меня. Ага. Нет, не получилось. Ну, в данном случае, что можно сказать? Что мощность двигателя, да, оно решает. На Нива, как видите, даже на стандартной. Или у меня то, что установлено с занижением. Мощности или слишком много, она закапывается. Поэтому все должно быть сбалансировано. Давай. Мне кажется, вот где вот эту кучу? Да, да, да. Чуть-чуть сразу первую там, да? Ну, поехали. Ты руку одну на скорости уже держи. Давай, вот, отлично. Пошла, пошла. Держи, держи, держи. Давай, давай, давай. Надо втыкать. Давай, втыкать. Блин, да, прям тяжело. Очень тяжело. Не подхватывает двигатель. Вообще не подхватывает. Не подхватывает. 11 тысяч пробега, да? Да, совсем новое. Давай, сейчас вот другая локация у нас. Тут уже нету жестких островков, постоянно идет песок. И крутой поворот налево. Там вот так остаешь на диагонали. Может, здесь у нас получится. Будем травиться, пробуем. Смотреть разницу в песке. Травление помогает, не помогает, да? Наверное, попробуем. Ну, я почти до верха доехал. Наверное, все-таки грязевая резина в этом случае, она очень сильно закапывается. Ну что, дуемся? Да, я травлюсь. Будем травиться. Сколько, как думаешь? Сделай 0,6. Такую штучку купил. 0,6. Интересно. Нормально. Вот. 0,6 травить. 0,6? 0,6, 0,6, я же говорю. Все, травимся 0,6 и посмотрим, как вообще у нас автомобиль подходит. Да. Вот так, ничего себе. Давай, все, включай, что у тебя есть. Нет, пониженной не буду. А потом, если не пойдет, еще за ним. Ну, да. Смотри, 0,6. Страведия 0,6. Грязевая резина. Что там, критаки видно? Видно. Мне кажется, она спущена. Видно, видно. Нормально. Это то, что надо как-то. Нет, не разгладные разутся. Да ладно? На 0,6. У нас есть кому обуть. Едем. Погнали. На 0,6. На 0,6. На 0,6. Я даже не почувствовал. Вообще не почувствовал. Это разница, ребята. Давай-ка ты вот где спустился. Теперь давай сейчас на подъем. Сейчас мы с вами попробуем заехать на горочку. Так, как бы здесь не устроил. Да, первая, которой я очень долго раз мучился. Так, я зацепился. И попробую пока без разгона. Друг она заедет. Всего разблокируем и поедем чисто на второй пониженной. До 0,6. И спущеный. И не можно поехать сразу на первой пониженной. На отравленной резине. Посмотреть, какой зацеп будет. Да? Ну, давай, сейчас пока разблокировано. Первая пониженная. И в натяг посмотрим. Первая пониженная, в натяг. Блокируем, вторая пониженная. И как попало. Ну, итоги какие по машине, можно сказать. Чуть не разулся. Нет. То, что дастеры не едут, митсубаны не едут. Короче, не готов. Не, нормально. На отравленной резине. Нормально. И что в грязи, что по песку, что в снегу. Все это работает. Алексей тоже решил справиться. Лех, тоже 0,6 сделаешь? Нет. Больше? Сколько единиц? 0,8. 0,8. Да смотри, у нас токовый неваз заехал. Не травленный. Вот так вот. Так, как видели, сейчас у нас коротыш на АТ-шечке. Спокойненько, на две атмосферы заехал. Алексей тоже сейчас, вот у него, в принципе, АТ-шечка. 0,8 сделал, да? 0,7. 0,7. Давай, погнали и посмотрим, как. Я попробую не сильно разгоняться. Вот 0,8. Тоже заехал. На АТ-шке. Коротыш у нас. На две атмосферы. На АТ-шке тоже заехал. Я 0,6 заехал. Но я думаю, все-таки, из-за резины, то, что МТ-резина сильно закапывается и автомобиль садится. Все-таки преимущество АТ-шечки в летний период есть. Ну, как АТ, то есть как МТ-шка, она больше, наверное, универсальна. Я на ней и зимой катаюсь, и в грязь. Просто единственный случай, надо будет ее травить больше. Как видели, у меня она с ободов не слезла, то есть я не раздулся. Когда я делал все на монтаж, мне там какой-то паста и не мазали. И, как видите, вот 0,6 лепешечки есть, но она у нас не слезла. Отлично. На АТ-шке. Ох и ветер. Да, все равно не хватает. 11 тысяч километров пробега. Пробега, ну, прям двигатель сложновато, скажу. Валентина увидела объявление ВК и приехала. В принципе, на крутые горки, конечно, не каталась. Машина, во-первых, дорогая и резина обычная шоссейная трассовая. Ну, вот приехали, покатали с детьми, подышали немножко. Отличное время, отлично время провели с детьми на природе, чай попьем сейчас. Ну, все равно. Ну, и веселая компания. Ну, да, прикольно все-таки приехать, да, пообщаться. Вот первый раз увиделись, впечатления друг от друга, ну, положительные. Эмоции зашкаливают, конечно, классно. На видео это, конечно, не передается, все горочки, кажется, что ты что там, как бы газ дави-да-дави, да, как обычно смотришь. Сейчас дави-да-дави, все легко, вроде горка такая небольшая, когда садишься сама в машину, понимаешь, что горка интересная. Да, когда машина вот так вот встает, все, да, становится, уже понятно, что это другие ощущения. Совершенно другие, да. И здесь уже можно приехать, посмотреть все свои, про свою машину можно все понять, в принципе, да? Да. Вот, ну, машина хорошая, мы сейчас немножко прокатнулись, ну, достойно, достойно. Двигателя хватает, помощники электронные хватает. Все достойно. Ну, все, пойдем чатить. Садитесь, переезжайте. Да. Времени никогда нет, потому что нужно брать и делать. Да, телеграмм Нива 07, там и всегда. Продолжение следует. Скажу так, я пробовал три раза, на третий раз разблокировался, давление по две атмосферы и на разблокированном диффе я заехал. Не успевает переключаться. Я уже, знаете, много раз стал замечать то, что когда, вот именно горочки, когда я разблокирую межосевой, мне кажется, она легче едет. Когда межосевой заблокированный, вот мне так кажется, что она едет хуже. Осталось ему чуть-чуть, ребят, чуть-чуть, сейчас зацепится. Все, на пике, заехал. Молодец, заехал. Ну ты и разгон конячий взял, Элеська. А я, как и все. Как и все? Нормально, давай. Не успевает человек переключиться на первой понежной, не успевает. 11 тысяч. Сложно-то крутить ему. Ну, заметно почему-то, заметно, конечно. Разгон, в принципе, с одной точки все берем. Вот, я бы уже переключился. Вот, он только сейчас переключился, видите? Потеря, потеря передачи. Давай, пробуй на первой. Давай, 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 пробуй, пробуй. Или стесняется крутить двигатель, не знаю. Ну, видите, не хватает момента, чтобы раскрутить колеса. Невоводы, переходим в телеграм-канал Нива 007. Нас, невоводов, там много, грамотных ребят очень много. Какие-то вопросы решаем совместно. Кто пограмотней, нам всем подсказывает еще, что да как сделать. Так что, не стесняйтесь, переходите, телеграм-канал Нива 007. Вот здесь двигатель совсем по-другому крутит. И закакал. Просто заскочил, легко. Вот, я бы уже переключился. Ребят, практика, надо кататься. Любые действия, это практика, ребят. Так что, приезжайте к нам, будем вместе кататься. Нива, каратыш. Ванька, заехала там. Сейчас мы попробуем там проехать. Как он заехал, я не знаю. Он везде заезжает на стоковом автомобиле. Давление двоечка, ездит. Шевик Нива Тревел на второй пониженной не доезжал. На первую пониженную не успевал переключаться. На первой повышенной у него прям хватило заехать. Практика нужна, практика. Вот тоже тяжело. Осталось, ребят, чуть-чуть. Вот осталось. Вроде и гребет, а не едет. Вот сейчас смотрите, тоже без понижайки. Без понижайки. Ух, как хорошо пошел. Вот он. То же самое, без понижайки и он закатился. Здесь прям песок рыхленький, смотрите. Идет поворот и постоянно подъем, 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 песочный подъем. Вот, попер. Вот как он заезжает. Молодец. Вот практика и скил уже есть. Главное, моральная проходимость высокая. Дастер. Наверное, легко у Хараси заезжает. Но внешне кажется прямо очень тяжко. Молодцы, ребята. Что-то нет, нет, мне кажется, не хватит. На первой повышенной, наверное, шел. Очень красивый у нас карьерчик. Сейчас он, правда, ну, не действующий. Никто здесь ничего не добывает. А если ехать по верху, это сплошное поле. Вот эту точку, кто не знает, ее сложновато найти. А так, горочки очень красивые. Ну, и место очень красивое. Надо переключаться. Надо переключаться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok